МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газовые заправки во всех муниципалитетах области отныне близкая перспектива. Белгородская область вошла в пилотный проект по развитию рынка газомоторного топлива. С чего начнем? Здоровый образ жизни как часть корпоративной культуры. В Ровеньках учредили премию для тех, кто сам заботится о здоровье и других готов научить. В Аркетянском районе обновили доску почета. За какие достижения на ней оказался местный школьник? Какой продукт позволяет продать одну картофелину по цене килограмма? На этом вопросе засыпались участники викторины в честь Дня финансовой грамотности. О чем еще спрашивали? Сказка играемая, читаемая и танцуемая. Что именно представила зрителям филармония в честь начала продажи абонементов на новый сезон? Унесенные ветром в нашем регионе впервые прошли соревнования по сноукайтингу. Кто победил? В минувшую пятницу в Белгородской области прошло в прямом смысле слова знаковое совещание. Речь шла о переходе на газомоторное топливо. Наш регион вместе с Ростовской областью стал первопроходцем. Подписана дорожная карта. Какие плюсы получат жители региона, начиная с местных сельхозпроизводителей, заканчивая обычными автолюбителями? Изменится ли цена на газ? Ответы на эти вопросы в репортаже Александра Прозоровой. Еще в прошлом году россияне в буквальном смысле слова переживали нефтяной кризис, когда цены на бензин перешагнули рубеж в 45 рублей за литр. Но уже сейчас на горизонте видна крепкая альтернатива. Газомоторное топливо взят курс на развитие. В ближайшие три года в России построят около 500 газовых заправок. Минимум 23 в Белгородской области. Наш регион наряду с Ростовской областью первым вошел в пилот по развитию рынка газомоторного топлива. Дорожную карту подписали в минувшую пятницу. Уже в этом году «Газпром» приступит к строительству трех газовых заправок в Белгороде и по одной в Валуйках, Волоконовке, Вейделевке, Чернянке, Алексеевке, Староскольском, Губкинском округах и в Красногвардейском районе. Строительство еще 12 газовых заправок уйдет в зону ответственности частных инвесторов. Почти втрое увеличится и количество центров по переоборудованию и обслуживанию автомобилей на природном газе. На развитие рынка газомоторного топлива наш регион получит 4 миллиарда рублей федеральных субсидий. Экономическая выгода перехода на газ очевидна. Вот сегодня водители сказали такси. Мы, значит, раньше было 2000 рублей, я платил за бак горючего, а сейчас 400 рублей. Понимаете? И так везде будет и малый бизнес. Газели будут переоборудоваться, которые возят продукты в школы, в магазины, в детские сады. Чем больше эти компании сэкономят, тем они больше могут действительно направить средств на развитие. Первые шаги перехода на газ предприятия региона начали делать еще в прошлом году. Компании «Русагра» приобретены 8 камазов на газе. Экономия больше 15 рублей на каждый пройденный километр. Такое же количество камазов на газе в транспортной компании «Экотранс». В 2019-м планируется закупка еще 30 единиц мусоровозов. В пятницу соглашение о сотрудничестве с «Газпром» газомоторное топливо подписала группа компаний «Агробелогорье». Игорь Щеголев, полпредпрезидента в Центральном федеральном округе, отметил важность перехода на газ сельхозпроизводителей. Снижается расход на горючее, соответственно, это может и должно отразиться на стоимости конечной продукции. Поэтому в нашем регионе, где достаточно интенсивно ведется сельское хозяйство и где используется большое количество техники для обработки земель, это очень хорошая перспектива для производства более конкурентной продукции. То есть это отвечает сразу нескольким национальным проектам. Мы надеемся, что следом за Белгородом, где будут отработаны технологии взаимодействия между крупными государственными корпорациями и частными компаниями, будут созданы такие пилотные модели по отдельным направлениям, которые потом уже за гораздо более короткий срок могут быть воспроизведены соседями. Первопроходец Белгородской области уже видит плюсы перехода на газ. И не абстрактно, а в цифрах. Развитие рынка газомоторного топлива позволит региону ежегодно экономить порядка 5 миллиардов рублей. Удешевление топлива, снижение себестоимости, значит, уже часть высвобождающих средств можно направить на повышение заработной платы, то есть доходов работников того или иного предприятия. Далее мы можем уже более четко прогнозировать стабильность в тарифах жилищно-коммунальных хозяйствах, особенно на ТБО, где значительная доля – это затраты на горючее. Мы понимаем, что соотношение здесь один к трем по стоимости. Ну и развитие малого бизнеса. Эта программа несет такой мощный кумулятивный социальный эффект. На заседании этот кумулятивный эффект закрепили еще одним решением. В ближайшие три года в Белгородской области цена на газ не поднимется ни на копейку и останется на уровне 16,40. На три года мы цену эту заморозим. Плотный проект, люди должны поверить. Александра Прозорова, Павел Емелин. Такой день на мире Белогория. Студенты-добровольцы отправились в районы помогать бороться со снегом, а библиотеки региона стали соискателями грантов на развитие. Подробнее в официальной хронике. Партийный проект «Единороссов. Культура малой родины» дополнен новыми направлениями. Наряду с театрами ДК в этом году финансовую поддержку получат модельные библиотеки, музыкальные школы и школы искусств. Объявлен всероссийский конкурс на соискание грантов для создания библиотек нового поколения. Заявки отправили четыре учреждения нашего региона. Победители получат субсидии в размере 5 миллионов рублей для сельских и 10 для центральных библиотек. Кроме того, в рамках партпроекта планируется обновить инструменты, оборудование и литературу в семи музыкальных школах и школах искусств. Еще одно направление – закупка передвижных многофункциональных культурных центров или так называемых автоклубов. Их оснастят световым, мультимедийным, звуковым оборудованием и отправят в дальние села и хутора. Запланировано в 2019 году приобретение пяти единиц от такой специализированной автотехники. На это будет затрачено более 23 миллионов рублей. Мы планируем, что и в 2020 году мы получим пять автоклубов. А какие районы получают автоклубы, тоже мы по большому счету определяли, исходя из того, в каких муниципальных образованиях наименьшее количество поселений обеспечено стационарными клубными учреждениями. Белгородская область присоединилась ко всероссийско-патриотической акции «Снежный десант». Сегодня прошла торжественная отправка добровольцев в Новоскольские и Яковлевские районы. 40 бойцов студенческих отрядов региона в течение недели будут помогать местным жителям отдаленных населенных пунктов. Они проведут профориентационные лекции и развлекательные игры для школьников, окажут посильную помощь пенсионерам и ветеранам, очистят от снега братские могилы и памятники Великой Отечественной войны. В конце недели для местных жителей организуют праздник. В этом году акция в Белгородской области проходит во второй раз. В 2018-м добровольцы помогали жителям поселка Комсомольский. Тогда участие приняли всего 20 бойцов. В этом же году желающих помогать оказалось больше. Чтобы войти в отряд «Снежного десанта», нужно было пройти собеседование. Более опытные бойцы уже «Снежного десанта», работники регионального штаба, общались с ребятами, узнавали, что они умеют, какие у них есть способности, которые могут пригодиться в этой акции. И выявлялись самые лучшие бойцы студенческих отрядов. Это все ребята, которые уже работали в студенческих отрядах предыдущим летом. Они проявили себя в нашей организации. Соответственно, учитывалось еще и их портфолио. Акция «Снежный десант» стала всероссийской в 2016 году. Сегодня в ней принимают участие добровольцы из 40 регионов страны. Работодатель, который заботится о здоровье своих сотрудников, достоин поощрения. Так решили в Равинском районе и учредили свою премию предприятиям, которые продвигают здоровый образ жизни. Кому она досталась, знает Татьяна Куликова. В конкурсе принимали участие не только трудовые коллективы, но и общественные организации. Это спортивное объединение «Ветеран». Его участники регулярно собираются на тренировки, проводят внутренние соревнования. Играют в волейбол, кидают мяч в баскетбольное кольцо и занимаются финской ходьбой. Самому молодому здесь 60. Отличились номинации «Лучшая пропаганда здорового образа жизни». Я очень счастлива, что у меня есть спортивная семья, что я прихожу в среду каждый день с радостью. Мне 69 лет. Я до сих пор делаю шпагат, например. Аплодисменты! Вручение такой районной премии в Ровеньках проходит впервые. Вдохновением послужил проект региональный управления здоровьем. Мы запустили реализацию 11 муниципальных проектов на нашем уровне в Ровенском районе. И для того, чтобы заинтересовать участников проектов, заинтересовать именно трудовые коллективы, мы учредили премию. Я вижу положительные результаты нашей премии, потому что достаточно большое количество коллективов влилось в участие в этой премии, заинтересовалось. И вообще, конечно, соревновательная система, она подстегивает и мотивирует. Участие приняли 16 предприятий района. Лучшие идеи и проекты сегодня были представлены в виде мастер-классов. Зарядка, пробуждающая энергию, азы плавания, финская ходьба, десятки акций и проектов. Их могут взять на заметку и другие коллективы, и даже другие районы. Здесь же Красный Крест совместно с районной больницей развернули пункт диагностики. Можно узнать давление, вес, рост и даже измерить уровень сахара в крови. Нормально? Да, нормальный. Показатель хороший у вас. Очень много интересуется своим давлением, потому что не у всех есть возможность дома померить артериальное давление. Много интересуется содержанием сахара в крови. С удовольствием слушают профилактику. Все лауреаты заверили, их успешные акции будут продолжены в компаниях и после получения премии. А значит, выигрыши будут все. Здоровье – главное из наград. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогория. Решить вопрос на смекалку или разгадать зашифрованное в картинках крылатое выражение. В таком необычном формате прошел в Белгороде день финансовой грамотности для школьников. Продолжит Сергей Шрамко. Назовите мероприятие, где цену набивают молотком. Время. Пожалуй, один из самых легких вопросов. Эти ребята в курсе, что такое аукцион. Участниками викторины стали 18 команд по 5 человек из 11 учебных заведений областного центра. Школы, гимназии, лицеи, колледжи. Три тура будет по 10 вопросов. Соответственно, на вопрос дается одна минута. Вопросы, они могут быть как гололомка, как пословица, но связаны с финансами, с финансовой грамотностью. Где-то нужно было не просто ответить на вопрос, а расшифровать изображение. В картинках всем известны крылатые фразы. Успели рассмотреть? Копейка-рубль бережет. А эта последовательность означает, что деньги не пахнут. Вот еще одно задание, уже без рисунка. Внимание! Какой продукт позволяет продать одну картошку по цене килограмма? Подумали? Ответ прост. Чипсы. Кирилл Будилов из Шуховского лицея не скрывает. Именно этот вопрос затруднил его команду. В целом же тема викторины школьнику по нраву. Он хочет связать свою жизнь с экономикой и менеджментом. Я считаю, что такие предметы, как финансовая грамотность, должны изучаться на профессиональном уровне, потому что это знания, которые пригодятся в повседневной жизни. Люди сталкиваются с ними каждый день, поэтому нужно хорошо владеть этой дисциплиной. Многие готовились к интеллектуальной игре заранее. Диана Сорокалетова из команды 9-го лицея. Ее вместе с друзьями дополнительно натаскивала учитель истории и экономики. Она нас каждый день оставляла после уроков. Мы сидели по 2-3 часа, читали учебники. Сами устраивали такие же игры для себя в нашей школе. Соорганизатором такой викторины стало местное отделение Банка России. Специалисты помогали и вопросы составлять, и ответы оценивать. Все не случайно. Работа над финансовым просвещением белгородцев, встречи и онлайн-уроки – дело уже привычное. А в игровой форме школьникам куда проще донести непростые, но важные темы. Депозиты и кредиты, кибермошенничество. Очень хороший отлик получило направление «Личный финансовый план». Интересом пользуется, учитывая динамичность развития рынка, такая тема, как акции и простые правила инвестирования. Лучшие команды получили дипломы и сувениры от организаторов. Но все же главное, что школьники унесут с собой – это знания. Сергей Шрамко и Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на Мире Белогория. В Рокичанском районе открыли обновленную доску почета. Среди тех, кто удостоился чести быть отмеченным, есть и один школьник. За что именно и кто еще составил ему компанию? Выясняла Дарья Яготинцева. Как в большой семье и крепкой команде в Рокитянском районе живут люди дела и каждый год приносят новые победы. В 2018-м районе введен в эксплуатацию новый центр семейной медицины. Глава региона Евгений Савченко оценил опыт участия района в проекте управления здоровьем на отлично. И в этом есть заслуга врача-терапевта с 42-летним стажем в области здравоохранения Михаила Познякова. Его имя занесено на доску почета. Безусловно, это заслуга всего коллектива, моих коллег, поскольку без них моя работа не была бы успешной. Мы – это первый район. Для нас много было неизвестно, но мы с удовольствием можем от своего коллектива. Это заверяю, что для нас это работа по силам. Наряду с другими выдающимися жителями района на доске почета за спортивные достижения оказался и тэквондист Максим Кругмалев. Восьмиклассник успешно заявил о себе на международных соревнованиях и теперь мечтает о главной победе на Олимпийских играх. В прошлом году я ездил в Болгарию, занял там первое место и выбил себе путевку на соревнования в Европе. Сейчас я уже перешел в другую возрастную категорию. Сейчас спортсмен будет посильнее, надо сильнее готовиться к такому же классу соревнований. По итогам 2018 года были отмечены благодарностями еще 214 работников в различных сферах. А почетным гражданином стал Павел Терещенко, генеральный директор компании «Белгран Корм Холдинг». Лучших профессий поздравил новый глава района Анатолий Климов. Всем хочу пожелать, постоянно совершенствуйтесь, производите позитивные изменения, но оставайтесь неизменными в главном, в любви к людям, к избранному делу, к нашей родной ракетянской земле. Впереди район ждут годы плодотворной работы и новые свершения. Но самая главная победа у него уже есть – люди. В крае нет, ну родней, не берей, ведь это родина моя. Дарья Гатинцева, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на мире Белогорья. Ну а сейчас погода и блок полезной информации, а сразу после поговорим о Китае. Эксперт в студии такого дня подскажет, как выстраивать взаимоотношения с представителями этой древнейшей культуры. А кроме того, вы увидите. Сказка играемая, читаемая и танцуемая, что именно представила зрителям филармония в честь начала продажи абонементов на новый сезон. Унесенные ветром в нашем регионе впервые прошли соревнования по сноукайтингу. Кто победил? Шанс на чемпионство не потерян. Белгородские гонболисты после серии поражений обыграли омских скифов. С кем следующий матч? Субтитры создавал DimaTorzok